книга бесконтактный бой введение современный человек хочет все и сразу поэтому читать книгу начинает с конца не читает введение быстро пробегает глазами оглавление говорят темп жизни ускорился и я не буду спорить но из конца начинать не буду начну середины как любят торговаться цыгане на базаре не вашим не нашим а цыгане знают то в гипнозе раскрываются все мысли любые тайны людей и государств мы именуем его астралом и не верим в его существование дорогие слушатели читатели подписчики начинаем видеоконференцию онлайн обучение комплексная система саморазвития и тема нашего с вами сегодняшнего урока бесконтактный бой а в дальнейшем бесконтактный мир неизвестно почему некоторые из нас вдруг получают туда допуск ключ к его дверям искали военные разведки ведущих держав но только оказалось каждый входящий туда должен заплатить свою подчас очень высокую цену представляю вам книгу данная книга является начальной которая представлена открыто но существует другая книга закрытая книга под названием бесконтактный бой мы начнем не сначала и не с конца давайте начнем с середины и вот посередине будет находиться моя научная закрытая исследовательская работа военно-космическая академия на специальных объектах главного разведывательного управления мой путь военной экстрасенсорику стал с того что в 90-х годах когда я работал с афганцами было воздействие на группу авторитетных бизнесменов а также политиков ссылка в описании воздействия слов на тот момент я работал с командой афганцев решали серьезные вопросы финансирования как предоставить квота бизнесменам инвестиции пространство материя время и разрушительная энергия денег все смешалось в один тугой но до прекрасного красивый узел не то время и не то место а слова это звук это энергия это чистота то что сейчас будет показано официально словно не существовало эти военные программы не имели даже кодовых названий секреты настоящей власти над миром скучно назывались отчетами воинской части 1003 90 глава 1 жесткие бизнес переговоры лихое время бандитские годы как только не называли 90 на самом деле любое время время возможностей а вот упущенных или реализованных это время и покажет бесконтактный бой что это такое это тайное психофизическое оружие спецслужб или миф все войны реальность или фантазии а может быть фейк экстрасенсорный шпионаж телепатия работа военных разведок центрального разведывательного управления гроу кгб в области экстрасенсорики советского союза получение информации из космоса предсказано еще в древности благодаря исследованиям отечественных специалистов по выводу человека на космические информационные каналы стало реальной практикой сверхспособности человека методы психофизической саморегуляции в области включения резервных возможностей организма в экстремальных ситуациях и скрытого силового гипноза меня зовут вадим старов я профессиональный военный кадровый офицер несущего боевого дежур в советском союзе я постараюсь впервые открыто представить реальный видео обзор по теме бесконтактный бой программа феникс министерство обороны в ч 10 003 и научно-практический центр психофизиологии психологии мвд и кгб занимался этой проблематикой более 30 лет в течение этого времени но и были проведены исследовательские работы под названием резервные возможности организма сверхспособности человека методы психофизической саморегуляции в области включения резервных возможностей организма в экстремальных ситуациях бесконтактный бой спецназа это комплекс научно-исследовательских психофизических работ в различных областях энергоинформационного воздействия традиционно которые относятся к военной экстрасенсорике и парапсихологии а еще в глубокой древности шаманы или жрецы маги колдуны подметили что психика человека работает совершенно по-другому в особых измененных состояниях сознания и в измененных трансовых состояниях сознания происходит воздействие одного человека на другую очередь на группу и сообщество людей вообще никак не контактируешь а как ты и проявление данных способностей срать но существует сила мысли или некая мысли форма отсроченной смерти и скрытого силового гипноза по прошествии 10 лет в середине нулевых годов то воздействие в отношении футбольных фанатов случае в метро также я указываю ссылку в описании свидетелем который был гражданин соединенных штатов однажды вадим таким образом успокоил агрессивно настроенных футбольных фанатов в московском метро двое неизвестных двинулись в направлении мастера боевых искусств и тот на расстоянии нескольких метров одним взглядом уложил хулиганов на пол вот как это описывает при я подготовился защищаться мастер старов сделал всего лишь несколько движения и они оказались на на площади мне это было абсолютно непонятно каким образом это произошло но я первый и последний раз такого увидел в своей жизни был в шоке это резервные возможности организма американец юрий дрейлинг после этого решил учиться мастерству бесконтактного боя у вадима старого спарринг спортный бой что это такое тайное психофизическое оружие спецслужбы миф реальность фантазия фейк высокие умы обсуждают идеи средние умы обсуждают события а мелкие умы обсуждают спарринг с мастер став старовым и я пытался вынести ему удары и попал в то что я могу только писать как вода вода по водоворот и диссерента разведка пси-защита все так автором и другими специалистами были разработаны и тщательно отработаны на практике на специальных объектах уникальные методики не имеющие аналогов в мире развития в человеке неординарных сверхспособностей любой гениальный музыкант артист он не может по заказу а ну-ка давай-ка сбацай к нам здесь или же включается как тот же владимир семенович высоцкий писал стихи гения в других областях качественного повышения его интеллектуального и духовного уровня развития в нем силы энергии и эти методики не имеют аналогов или же это резервные возможности организм я оказался на мате господин старов мастер старов меня не коснулся во все это не просто поверить и у корреспондента программы все включено тоже были сомнения пока я сам на себе не испытал технику бесконтактного воздействия я могу просто сейчас вот показать про я на секунду прямо на поле секунды я реально когда встать я проснулся вот я клянусь пси-войны войны магов колдунов шаманов были и есть неотъемлемой частью истории развития цивилизации а еще в глубокой древности первоначально шаманы или жрецы и маги и колдуны подметили что психика человека работает совершенно по-другому в особых измененных состояниях сознания и человечество по мере развития сталкивалась все более с изощренными формами возникновения новых видов оружия мой путь военной экстрасенсорику стал с того что в моем случае это было авария и состояние между жизни и смертью люди с проявлением экстрасенсорных способностей становились как ванга многие другие после того как они попали в состояние между жизнью и смертью клиническое состояние смерти их мозг начал работать в другом режиме первоначально во главе стоит идея и мы с вами начнем с идеи дальнейшем мы перейдем к событиям ну и конечно же рассмотрим воздействие одного человека на другую и то что вы сейчас увидите это не видеомонтаж человек который стоит спиной не знает в какой момент будет брошен нож представляю вам книгу комплексная система обучения на основе оздоровления саморазвития и боевых искусств еще одно доказательство реальности методик бесконтактного боя называется порча сглаз а за это есть скажем так я очень поражен потому что я не предупреждал человека в какую секунду я нападу но человек был готов к этому методика бесконтактного боя это сильнейшее оружие и как случае с любым супероружием важно чтобы она не попала в руки плохих парней совсем еще недавно что мы могли себе подумать про ядерное оружие по боевое дежурство войска к стратегическому назначению 1 см 11 отсек под землю приказ шифров пуск сатана это самые секретные войска туда отбирались люди первую очередь мозгами которые изучали с одной стороны ядерную физику изучали информационные системы безопасности а в то же время в рамках этой специальности самостоятельно не допуская других спецподразделений охраняли там объекты то есть пдрг командир пдрг против диверсона разведывается вдруг охрана ракетно-ядерных объектов тому столь хорошо представлял себе военный потенциал ссср безошибочно требуя сокращения наиболее опасных для себя военных частей информационное поле космоса так на языке специалистов называется мифический астральный мир где хранятся ответы на любые вопросы человек может получить доступ к этой информации гипноз освобождает неведомые каналы сознания по которым она поступает открыто представить реальный видео взор по теме бесконтактные именно от одного из людей специалистов исследователи который занимался этой проблематикой более 30 лет человек четко понимает что именно на фотографии в запечатанном конверте пользуясь только картой может назвать какие войска находятся в заданном районе но и были проведены исследовательские работы под названием резервные возможности организма это первый этап обучения второе же направление методы силового гипноза в рамках кгб обучение агентов как снять информацию как стереть информацию эротический гипноз сексуальная вербовка когда сотрудницы или сотрудники воздействия физиологические системы делали по законам симпатической магии привязку получали информацию а я служил закрытых научно-исследовательских институтов и нес боевое дежурство на ракетно-ядерных центрах которые относятся к космическим системам запросы к информационному полю формировались мысленно ответы выдавались в разнообразной форме например в виде рукописного текста разработка тайного бактериологического оружия как вы думаете корид 19 это рукотворное это вышедшие из-под контроля спец лаборатории бактериологическое оружие проще говоря военные овладевает экстрасенсорной разведкой следующий этап обучения офицеры именуемые спецоператорами уже не отправляют мысленные запросы своим сознанием они проникают в информационное поле чтобы из него увидеть все объекты над которыми пролетит самолет контактный бой воздействие одного субъекта на другого хочу сказать модель само явление гораздо шире и обширнее представляете телепатию ясновидение яснослышание телекинез оперативная работа экстрасенсов это далеко не самая главара психология и экстрасенсорика гораздо шире скажите какой будет ваша реакция на то что спецслужбы применяют танцу реку в военных целях но конечно же кто-то скажет о кеме это фантазия речь идет о всевойнах востока и запада и под бесконтактным боем подразумевается дистанционное воздействие на биообъекты психическими средствами на основе модели взаимодействия одних людей и воздействия на индивидуумы разрабатывались психотропные генераторы а психотроника это наука которая объединяет себе экологию и электронику спектр феноменальных экстрасенсорных сверхспособности человека гораздо шире это и ясновидение и телепатия в переводе с греческого психо это душа а логос это учение небольшой процент людей которые реально обладают экстрасенсорными способностями аферизм мошенничество обман шарлатанство оно есть и существует во всех сферах и всегда даже в древности шаманы жрецы они пользовались доверием людей и применяли так называемые подставные формы направленные на обман направление закрытая геронтологии который был направлен на восстановление и целительство наших про это свое рода некий такой цыганский гипноз людей реально обладающий методами экстрасенсорики гораздо меньше когда во главе угла стояла руководство советского союза в дальнейшем россии главное разведывательное управление аналитический отдел это было под контролем экстрасенсов как правило привлекали со стороны людей которые обладали этими возможностями и ставились цели и задачи главным разведывательным управлением с помощью военной экстрасенсорики определить характеристики людей визуально а также по фамилии или фантому возможно фотографии подразделялись на тех людей которые считывали информацию экстрасенсы таким образом создавалась аппаратура детектора лжи полиграф это первое направление считывать информацию с мозга человека в том числе получать ответы на мысленно задаваемые вопросы прогнозировать ситуации конкретных людей и выдавать соответствующие рекомендации обеспечивать абсолютную энергоинформационную защиту своих подопечных а второе направление это направление воздействия но сам человек по себе слабой основе воздействия одного объекта на другого создавались психотропные генераторы диагностировать людей в том числе по их фотографиям по их фантому спецоператоры без каких-либо приборов правильно определяли большинство целей над которым пролетал самолет все разведка все защита все так автором и другими специалистами были разработаны и тщательно отработаны на практике на специальных объектах уникальные методики не имеющие аналогов в мире развитие в человеке неординарных сверхспособностей их информация контролировал специальной аппаратуры качественного повышения его интеллектуального и духовного уровня развитие в нем силы и энергии и эти методики не имеют аналогов и сравнивалось с реальной обстановкой передавать содержимое книг и секретных документов воздействовать на органы человека на его частоты определять содержание документов без их прочтения воспроизводить закрытыми глазами различные рисунки объект ориентироваться с закрытыми глазами ясновидение яснослышание представляемая мной система комплексная как вы думаете какой палец главнее и каким пальцем вы пожертвуете а мы рассматриваем именно физическое развитие это начальный уровень психологическая интеллектуальная энергетическая и духовная и каждый по отдельности палец слабо его можно сломать но когда мы все пять пальцев сжимаем в кулак эта система в области военной экстрасенсорики и военной парапсихологии бесконтактный бой спецназа это создание тайного психофизического оружия с помощью которого можно воздействовать на массовое бессознательное бесконтактный бой спецназа а слепой не видит глухой не слышит тупой не понимает иногда за этими завуалированными картинками рассмотрены модели и система это первую очередь моделирование это не вымышленные боевые искусства древние воины бились в энергетических поток это модель на основе модель психофизического воздействия одного человека на другого человека создавалось психотропное оружие спецслужб какой-то отдельный субъект молодой инструктор спецназа заявляет о том что бесконтактного боя не существует молодой человек а что вы вообще в этой жизни знаете какая у вас была форма допуска с кем вы работали речь идет о закрытых научно-исследовательских работах под руководством аналитического управления генерального штаба разрабатываемые методики воздействия на массовое бессознательное проводились в двух направлениях это научные экспериментальные работы группы военных экстрасенсов главного разведывательного управления не какие-то отдельные отряды группы и тем более это не бригада аналитического управления генерального штаба и в дальнейшем к этому подключился комитет государственной безопасности который поначалу охранял соблюдая режим секретности в рамках военной контрразведки бесконтактный бой это битва военных экстрасенсов запада или востока это американский проект в конце 40-х годов прошлого века в спецслужбах центрального разведывательного управления был сформирован сверхсекретный отдел парапсихологии который занимался разработками психофизического психотронного и бактериологического оружия с целью воздействия на человеческую психику мк ультра кодовое название сверхсекретной программы американских военных экстрасенсов цру имевший целью поиск и изучение средств пси-разведки и пси-атаки методов телепатии ясновидения и манипулирования сознанием для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросов с помощью использования психотропных химических веществ лсд оказывающих воздействие на сознание человека ставились эксперименты разрабатывались метод военной экстрасенсорики а именно военные разведки пси-разведка пси-защита и пси-атака находить в ограниченном пространстве спрятанные предметы без конкретной цели поиска это поисковые режимы находить место положение объекта машины предметы по фотографии описанию мысленному представлению воздействие происходит силой слова и как сказал древний целитель востока авиацина у врача есть три инструмента воздействия на тело сознание душу человека а это на первом месте слово нож и трава